Мур, привет друг, это Зверько. Ну что, как тебе глу? Как я видел, порой вызывают вопросики. Гайд еще пишется, но еще не все тесты проведены. А тут еще патч на тестовый сервер вышел, который затрагивает множество предметов. Но начнем с изменения героев. Итак, это обновление 1.5.72. Реводнутая карина. Первый навык. Вернули эффект защиты и отражение для парирования ближних атак. Теперь на действия первого навыка карина отражает все автоатаки, но немного ослабили урон отражения. Ульта. Уменьшили базовый урон и магическую силу первой атаки в навыке. Фовиус. Герой еще на тестовом сервере. Мужику добавили английский голос. Первый навык. Уменьшили время перезарядки. Уменьшили базовый щит. Уменьшили продолжительность щита с 3 секунд до 2 секунд, но добавили немного ускорения от навыка. Было 20%, будет 25%. Второй навык. Перебалансили перезарядку. Теперь 13.5 секунд на всех уровнях. Ульта. Добавили таймер вокруг кнопки ульты. Отслеживание врагов показывает их местоположение в момент нажатия кнопки. Настроили отслеживание врагов. Реворкнутый бейн. Пассивка. Немного увеличили процент урона от вашей физической атаки. Исправили баг, когда пассивка не активировалась от крипа. Первый навык. Немного ускорили анимацию перед выстрелом. Если вдруг вы не в теме последних новостей, то Фовиус и оба реворка пока на тестовом сервере. И вот настало время нашего любимого спонсора. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой айди и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кодошоп совместно с Мунтун вновь проводят события Колесо Удачи с кучей разнообразных призов. После пополнения счета вы будете получать ссылку на автомат с призами. Акция придлится с 23 апреля по 5 мая до 11 часов утра. А теперь возвращаемся к ролику. Ну что, давно это брежало на горизонте, и вот изменение предметов. Очень важные изменения. Ранее физическая и магическая защита не могли уменьшиться ниже нуля, но теперь они могут опускаться до минус 60. Это повысит урон персонажей, уменьшающих защиту противника против тонких врагов, которые обычно не покупают защитные предметы, например стрелки или маги. Увеличили влияние игнорирования защиты в алгоритме подсчета урона. Это значит, что такие предметы, как злобный рык и божественный меч, будут наносить больше урона. Новые предметы. Физический предмет. Мстительный боевой топор. Если коротко, атакуя противника, у тебя накапливаются стаки, которые дают бонусы к физической атаке и пробитию. Когда наберется 8 стаков, бонусом сверху упадет плюс 20% к скорости бега. Подойдет персонажам автоатакерам, ну или тем, у кого большая комбинация из ударов в навыках. Предмет отлично подойдет, например Аргусу, Маше, Пополю и так далее. Магический предмет. Парные клинки и тени. Пассивка предмет напоминает клинок семи морей, но в сборке для героев с магическим бонусом. Если не получаешь 5 секунд урон, активируется пассивка предмета, где следующая базовая атака нанесет еще магический урон с таким расчетом. 200 плюс 50% магической силы. Вдобавок накладывает замедление в 40% продолжительностью в полторы секунды. Этот предмет должен подойти, соответственно, убийцам с магическим уроном, например, селение корени Гассену. И защитный предмет, сияющая броня, увеличивает, внимание, игнорирование магического урона от 3 до 10% за стак. Держится 3 секунды, стакается до 8 раз. Получается, если маг наносит много мелкого урона, как горд, адепта, поджоги валира и так далее, то урон уменьшится до 20% по носителю брони. Лично мне кажется, это что-то слишком дофига. Но танк не забота мага обычно. Теперь более сложное. Изменение предметов леса. Теперь это не отдельный предмет, а улучшение для обуви. Улучшить обувь в бою для джунглей можно будет только взяв навык возмездия. Тут все по-прежнему. Итак, в бою ты сможешь развить ботинки в трех направлениях для джунглей и в четырех направлениях для роума. Если ты выбрал возмездие дополнительным навыком, то сможешь покупать улучшенную обувь во вкладке лес, но не сможешь покупать обычную, а также для роума. Но если ты выбрал другой навык, то можешь покупать обувь во вкладке роум или просто купить себе привычную обычную обувь. Давай сначала про лес. Простые ботинки понемногу наносят урон по крипам во время боя. Каждые три секунды чистым уроном. Этот урон растет с уровнем героя. Каждое убийство крипа или убийство ассист героя увеличивают стаки обуви и когда наберется 15 стаков, отменяется штраф к опыту и золоту отмененных на линиях. Вдобавок, ты сможешь применять возмездие на вражеских героев. Фиолетовое. Кровавое возмездие позволит трижды наносить урон и немного исцеляться. Красное огненное возмездие уменьшает физическую и магическую силу от 40 до 100 и наносит небольшой чистый урон. Такой дебаф опасного противника на 3 секунды. И синее ледяное возмездие замедлит передвижение врага от 44 до 100 единиц на 3 секунды. С помощью него можно будет догнать прыткого противника. Большой плюс таких изменений в предметах у многих героев появился свободный слот для предметов. Переходим к роуму. Покупая ботинки роумера, ты словно покупаешь маску и получаешь квест накопить именно маской 500 золотых. После этого у тебя активируется выбранный навык, например воодушевление или также знакомая нам невидимость. Воодушевление это плюс 20 к магической и физической силе и плюс 25 процентов скорости бега на 3 секунды. Невидимость действует 5 секунд и ускоряет бег персонажей на 15 процентов. Но есть два новых покупаемых свойства. Первое. Это ужасающий добивающий удар, который наносит дополнительный магический урон при автоатаке по противнику, у которого менее 30 процентов здоровья. Эта пассивка перезаряжается 30 секунд. Второе свойство называется файвор, типа благосклонность. И оно для саппортов. Когда Рафа, Эстас, Минотавр или другие герои колдуют исцеляющий навык, то бонусом исцеляется ближайший союзник с самым низким показателем здоровья. Реген не триггерит навык, а сам навык имеет перезарядку 15 секунд. Еще одно свойство. Если владелец роумерских тапок обгоняет кого-то из команды по фарму, он начинает делиться золотом с самым нищим. Этот эффект может быть лишь один на команду. Еще есть второй квест на накопление маской-тапкой 2000 голды. Расскажу не показывая, а то ролик придется отложить еще на день. Как только ты его выполнишь, ты получишь улучшение для пассивки предмета. Маска воодушевления даст не 20, а сразу 80 очков к физической атаке и магической силе при применении. Исцеление будет хилить аж на 1000 хп. Добивающий удар наносить больше урона, а невидимость позволяет ускорить героев на 60%. Вот такие новости по роуму и лесу. Теперь про изменения предметов. Золотой посох. Уменьшили атаку. Было 65, будет 55. И уменьшили скорость атаки. Было 30%, будет 20%. Новый эффект. Каждая третья автоатака провоцирует еще две мини-атаки размером 20% от основной. Но что интересно, они считаются полноценными атаками, и на каждый срабатывает эффект охотника на демонов. Или, например, пассивка кэри. Такое использование может замедлить срабатывание золотого посоха на некоторых героях. Например, при использовании ульты кэри, двойная атака считается за одну автоатаку. Клинок семи морей. Ослабили урон заряженной атаки. Новый эффект. Заряженный удар вызывает замедление цели на 40% длительностью в полторы секунды. Меч охотника на демонов. Уменьшили процент увеличения вампиризма за удар. Было 3%, будет 2%. Когти хааса. Теперь их бонус активируется не когда здоровье опустится ниже 40%, а сразу после 50%, то бишь раньше. Вдобавок добавили размер экстра вампиризма с 10% до 15%. Герой с когтями станут еще живучее. Привет, Руби. Кровавые крылья. Теперь дают щит размером в 200% от магической силы. Щит восстанавливается через 30 секунд, как его сломают. Я считаю, это полезнее старой пассивки. Зачарованный талисман. Уникальная пассивка. Увеличивает максимальное уменьшение перезарядки на 5%, то есть будет лимит не 40%, а 45%. Шипованная броня. Ранее отражал урон в размере 25 вражеской физической атаки. Теперь будет 25% урона до уменьшения его броней. Надо потестировать, насколько изменится урон. Я так пока еще не очень. Крылья королевы. Небольшой ревамп. Ранее пассивка уменьшала урон на 30%, а вампиризм от автоатак повышала на 40%. Теперь будет урон уменьшаться до 20%, а вампиризм будет с навыков и увеличиваться на 30%. Я считаю справедливо. У автоатакеров есть когти, а у тех, кто бьет навыками, теперь будут крылья. Штормовой пояс. Ранее пассивка наносила 2% от общего магического здоровья. Теперь будет наносить 5% от здоровья, которое дают купленные предметы. Замедление теперь не 60%, а будет расти с размером монусного здоровья от предметов с 40 до 80%. Длительность замедла 1 секунда. Господство льда. Наконец-то то, чего не хватало танкам и мне. Короче, добавили эффект антихила и снижение щитов на 50%. Однако есть пометка, кроме тех, на которых действует похищение жизни. То есть, возможно, этот предмет не будет срезать вампиризм. Ну, какой тогда от этого смысл? Сумеречная броня. Теперь пассивка стала активным навыком. Персонаж увеличивается в размерах на 3 секунды, и ему не могут нанести физический урон выше 9,100. Также сокращается время оглушения на 30%. Перезаряжается навык 60 секунд. Древняя кераса. Уменьшили хпориген с 6 до 2. Ну что, нас ждут большие изменения. Правка билдов и игры в целом. А мне придется перелопатить ML-факты, в которых разобраны почти все предметы. Если видео понравилось, подпишись на канал, жмякни в колокол. Можешь посмотреть очень подробный гайд на Беатрис. Там представлено аж 3 сборки. Вообще, на ней до мифика доходится без труда, но лучше в пати. Скоро будет гайд на глу, там и увидимся. Теплой тебе весны, друг. Тупый яд, а так ушел. Мертвый отряд. Они живы, чтоб победить. Что любого, то уже не убить.